Друзья, всем привет! С вами Олег Сергеев, компания TSI Analytics. Сегодня у нас не очередной выпуск, но я думаю, он будет очень интересным. Сегодня мы разберем с вами ряд очень интересных исследований по теме блокчейна в целом. Поэтому, кто хочет так вот углубиться именно в тему, я предлагаю не затягивать и начинать. Итак, одна исследовательская компания Gartner занимается исследованием жизненного цикла технологических компаний. Она, соответственно, выделила ряд таких вот трендов или фаз, которые проходит технологическая компания на протяжении своего жизненного цикла. Какие-то у нас жизненные фазы, тренды мы сейчас увидим на слайде. Это определенный, вот есть инновационный период, такой вот инновационный триггер. Потом у нас есть пик завышенных ожиданий, время разочарований, время прорыва и плата продуктивности. Соответственно, по их, скажем так, с их легкой подачи данный график был назван циклом хайпа. Я уже его показывал, по-моему, на каком-то из стримов или вебинаров. Вот, возможно, кто-то уже знаком с этим циклом. Кто не знает, сейчас немножко остановлюсь детальнее. Соответственно, по мнению исследователей, данный график позволяет, в принципе, судить о зрелости цифровых компаний. В зависимости от использования тех или иных технологий. Которые, в принципе, либо актуальны уже прямо сейчас, да, либо будут актуальны и востребованы в ближайшем будущем. Они рассматривают тут ряд еще временных циклов. Это на протяжении 3, 5, 10 лет. Соответственно, вот, к примеру, по мнению исследователей компании Gartner, беспилотные автомобили, да, к примеру, которые мы можем увидеть здесь. Они сейчас находятся на своей вершине, да, практически на вершине хайпа. А, к примеру, дополненная реальность и виртуальная реальность, это уже практически у нас находится на фазе время прорыва. Это очень близко к плате продуктивности. То есть, это говорит о том, что данные технологии уже практически вошли в нашу жизнь и находятся, ну, скажем так, среди нас, да. Ну, и, соответственно, аналитики компании Gartner в такой же последовательности, оценивая, на каком тренде, на какой фазе находится та или иная технология, они рекомендуют инвестиционным аналитикам, трейдерам оценивать и добавлять акции тех или иных компаний в свой инвестиционный портфель. С учетом фазы и с учетом временного цикла, на который рассчитана данная технология. Так вот, сейчас мы поговорим о блокчейне. Недавно вышла статья, в которой было описано мнение экспертов консалтинговой компании Gartner по поводу технологии блокчейн. Соответственно, по ихнему мнению, интерес к технологии пропадает, так как эксперименты не оправдывают ожидания. Блокчейн находится на пороге, так называемом, пороге этапа избавления от иллюзий, только преодолев который он сможет развиваться дальше. Вот тут у нас есть дословно цитата представителей компании Gartner. Интерес к технологии исчезает, а эксперименты и продукты не оправдывают ожидания инвесторов. Соответственно, новаторы, которые первые пришли в отрасли, которые интересуются технологией, они уходят и показывают свою несостоятельность. Инвестиции продолжают поступать только в том случае, если оставшиеся в отрасли разработчики улучшают свои продукты и удовлетворяют требования ранних последователей. Ну и соответственно, по мнению вице-президента компании Майка Уолкера, блокчейн преодолел пик, если мы посмотрим на сам график цикла хайпа, он преодолел пик завышенных ожиданий. И для стадии созревания ему еще потребуется от 5 до 10 лет. По его мнению, для того, чтобы технологию начали использовать, должен произойти переход непосредственно к рабочим продуктам. Вот данное мнение, данное исследование, оно напрямую подтверждается недавней статьей, которая была опубликована, ну она была очень популярная и в русскоязычном варианте, переведена буквально на прошлой неделе, она была там везде в интернете. В этой статье говорилось о том, что только 40% из топ 100 криптовалют имеют свой рабочий, именно рабочий продукт. То есть представляете, как бы исключить, ну вот только 40%. То есть о каком же рабочем продукте может идти речь, то есть о каком же плата продуктивности, да, о каком же вот массовом потреблении, использовании можно говорить, если даже из топ 100 криптовалют у нас только 40% имеют свой рабочий продукт. Хотя, конечно, блокчейн это не только криптовалюты, да, это нужно иметь в виду, но тем не менее, если мы оцениваем криптовалюты, то только вот 40% имеют свой рабочий продукт. В эту же тему укладывается еще одно исследование, которое мне очень понравилось, оно является очень таким вот показательным. Это исследование посвящено такой вот динамике по времени, сколько монет из топ 100 в разные периоды времени сохраняются до текущего момента. Это исследование было проведено компанией Element Group, тоже, кстати, очень классное у них исследование, рекомендую подписаться. И получать очень интересную статистику и информацию. Так вот, в данном исследовании проводилась такая вот аналогия. Брали, как всегда, ну, очень популярная тема, да, это сравнивать текущую динамику криптовалют с динамикой индекса Nasdaq 100 во время кризиса Доткома. Так вот, по ихему, согласно ихнего исследования, из тех компаний Доткомовских, да, которые были основаны в 96 году, до 2004 года выжило, в принципе, только 48%. Это если учесть, что пик кризиса пришелся на март 2000 года. Данную статистику они считают, в принципе, довольно-таки, ну, как бы, соответствующей текущей ситуации на криптовалютном рынке. Вот, в подтверждение этому они провели такой вот, даже привели такой вот слайд. Сейчас я, наверное, его открою в большом размере. Так вот, на данном слайде, тут есть у них несколько кривых. И были проведены такие вот исследования. Бралось 100 лучших, 100 топ криптомонет на разный период времени. На январь 2015 года, на январь 2016 года, на январь 2017 года и, соответственно, на январь 2018 года. Соответственно, эти топ 100 монет, они отличались по своему составу в эти периоды времени. Так вот, в чем суть? Вот, к примеру, возьмем вот эту вот красную кривую, это топ 100 монет, которые были актуальны на момент января 2015 года. Так вот, только на текущий момент, только 64 монеты, да, только 64 криптовалюты, они, в принципе, еще торгуются. Торгуются хоть на каких-то биржах. Не говоря уже о том, что они еще остались в топ 100. То есть, об этом вообще речи не идет. Вот, в принципе, только 64 криптовалюты торгуются на данный момент. Вот, ну и по такой же аналогии можно оценить и следующие периоды. То есть, вот январь 2016 года, если взять топ 100 монет, которые были актуальны на тот момент времени, сейчас дошло, ну, порядка вот 75 монет, которые, в принципе, торгуются, да, ну и так далее. То есть, это все как раз вот соответствует исследованиям и циклу хайпа, тому периоду времени, сколько нужно, чтобы еще прошло до, скажем так, повсеместного использования блокчейна. И это все соответствует как раз вот той статистике, которую мы недавно получили по поводу рабочего продукта. Вот такая вот, как бы, интересная информация. Она такая довольно-таки легкая, но дает общее представление, общее понимание, что у нас сейчас есть, в принципе, в сфере и в отрасли. Ну и напоследок я хотел бы от себя порекомендовать один очень интересный канал. Это торговый блог Виталия Жукова. Данная информация, которую Виталий раскрывает в своем видеоблоге, она очень качественная, по тематике нам близка. Это все, что касается криптовалют. Ролики довольно-таки короткие, но очень емкие. Информация такая концентрированная, неразмазанная. Поэтому, кому интересно, рекомендую подписаться. Ссылка будет в описании. На этом у меня все. Спасибо за внимание и услышимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok